Международная выставка, в рамках которой должны определиться обладатели Кубка Мира и Кубка Мэра Москвы. Такого количества желающих поучаствовать в престижных соревнованиях не ожидали даже организаторы. Если раньше было немного пород, но в каждой породе было много собак, то теперь наоборот. В каждой породе становится, конечно, новые и новые появляются. Есть такие породы, где одна, две, три собаки в России всего, и те участвуют сегодня здесь. Один из них трехлетний восторг. Некогда очень популярная порода скайтерьер, сегодня для столицы редкость. Один в Москве, не с кем соревноваться. А этот поединок запланирован не был, просто встретились давние знакомые. Глядя на своих сородичей, дебютант выставки, девятимесячная щепа, предпочла не покидать надежное объятие хозяйки. Очень много волнения, смущается, стесняется. С рук не слазит пока, потому что все-таки первый раз, первый класс. Пожалуй, одним из самых зрелищных этапов выставки стали танцы. На этих показательных поступлениях уже не столько важно было соответствие стандартам породы, сколько артистизм и техника исполнения. А вот Арвана уже не до прыжков. Возраст у ирландского локодава весьма почтенный. По словам хозяйки, он всегда был замечательный охранник, но сейчас Ольга решила обучить его еще и танцам. Когда я ее брала, то в общем-то на данном национальном клубе посмеялись, сказали, что зачем, ирландский локодав, порода необучаемая, и вообще это только вообще, все смеяться над тобой будут. Я, в общем, сказала в ответ, что смеяться буду я, когда на ее десятилетие я выйду на ринг и станцую с ней. А победители будут определены сегодня вечером, когда завершатся все этапы состязаний. Алексей Дышенко, Евгений Лунин, Вести, Москва.